Так, здесь я запись начну. Так, и начинаю трансляцию. Всё, с этого момента трансляция тоже записывается. Так, пошло, да? Да, ну, в общем, тема встречи, она, в принципе, такая. Формализация теории, собственно, связи. Есть такой проект, который использует связи как корневую концепцию. И чтобы, скажем так, это всё дело было не только полезно, но ещё и как-то можно было это понять, что это такое, как оно работает, и как-то применять в других видах деятельности это понимание. Да, одним из важных шагов является именно формализация этой теории, желательно максимально строго научно, чтобы это имело реальный вес. Так, сейчас у кого-то эхо... Опять слышно. Евгений, у тебя случайно это... Ты микрофон, кстати, выключи пока. Микрофон? Не выключи микрофон. Ну, если ты молчишь, просто выключай микрофон. Так будет... Ну, что ли, сойдёт, что ли? Ну, да. Почему-то так получается. Слушай, если наушники один, то, наверное, будут лучше, да? Да, будет ещё лучше, конечно. Так, сейчас я тут подащу наушники, может быть... Ну, так, ну ладно, мы в принципе... Так... А, слушай, вот, когда я говорю, нормально вот сейчас или нет? Да, конечно, отлично слышно. Ну, смотри, если никто другой не говорит, то никакого эхо нету, правильно? Ну, конечно, если один микрофон включен, то эхо нет. Тогда я скажу, выключаю, после того, как я сказал, я выключаю свой микрофон, и потом начинаю говорить, а это видно. Если ты нажал кнопку «Выключить микрофон», у тебя появляется иконка, что он у тебя выключен. То есть, ну... Ну, тогда просто будем последовательно сейчас, чтобы не заморачиваться. Просто я когда скажу, тогда выключаю. Вот, тогда давай так, что я буду говорить дальше по теме, вот, а сейчас просто выключай микрофон, нажду команды. Угу, так. Ну, в принципе, наверное, можно начинать в этом плане. В общем, существует, я зарисовку такую небольшую сделаю, такая вещь, как связь, да? Элементарно она выглядит в виде стрелки, которая объединяет два других элемента. Вот. Но, эта концепция достаточно мощная, если внутри каждого элемента, который мы объединим, тоже поместить что-то типа связи, то есть, или, грубо говоря, саму связь. То есть, иными словами, рекурсивно описывать всё, что угодно через одну единственную структуру, через связи. Вот. Но, так как эта идея, она, в принципе, конечно, не нова, и она очень глубоко пересекается почти со всеми научными трудами, которые, с которыми я когда-либо сталкивался, думаю, пора сделать не три шаги по тому, чтобы это всё дело глубже взаимосвязать с тем, с чем это реально связано. Ну, то есть,ными словами, сказать, что есть отсылки к такой-то теории, к такой-то научной теории, к такой-то, и так далее. И есть какие-то общие моменты, которые можно использовать в общей структуре. Вот. Ну, пока, наверное, всё. Я вот предлагаю тогда Евгению сказать, что ты по этому поводу думаешь, и ты говоришь, что у тебя там много накопилось наработок и идей, материалов как раз по этому поводу. Да, я сейчас расскажу о таких очень самых ярких параллелях с существующими теориями. Могу начать. Ну, давай, я как раз... Начинать, да? Да, как раз буду записывать. Так, ну вот. Значит, теория категории существует. Это наиболее яркая параллель. Сейчас, например, на... Теория категории, да? Да. Сейчас я объясню примерно, из чего она состоит, эта теория категории. Значит, она состоит из таких элементов, как объекты, морфизма и определенный оператор, композиция. Значит, сейчас объясню, что вот это объекты А, Б, С, Д, обозначающиеся точками. Ну, здесь в кружках, буквы в кружках обозначены. Значит, вот эта рамочка, в которой они объединены, видно, да, все? Да. Видно курсор, да? Да, все видно. Так, значит, рамочка С. С – это категория. Значит, объекты принадлежат С, то есть категории. Дальше. Стрелки между объектами – это морфизмы. Морфизм обозначается над стрелочкой. Вот морфизм F' морфизм G'. Так, давай, не спеши, я буду еще и дополнительно это перерисовывать. Так, хорошо. Ну, я сейчас предлагаю просто для начала в режиме беглого ознакомления, а потом можно углубляться. Как ты считаешь? Ну, идея, конечно, хорошая. Можно попробовать и так. Ну, да, потому что так, в режиме такого дайджеста ознакомления быстренько. Значит, что сейчас изображено на экране? Изображено, что категория С – это вот эта рамочка. Внутри категории С находятся объекты в кружках А, В, С, Д, Между объектами существуют морфизмы, которые тоже уже обозначаются буквами. Вот морфизм может быть как между объектами, так и замыкаться на сам объект. Если морфизм замыкается на самого себя, это называется морфизм ИДИ. Значит, вот здесь написано А и В, Objects of C. Of C – это значит категория С. Значит, ладно, дальше. Крупный план. Вот объект А, объект Б, объект С. Морфизм между А и С – это композиция морфизмов Ф и Ж. Ну, а здесь уже начинаются вопросы, потому что я, честно, уже запутался. Вот, как, допустим, вот этот кружочек, например, он уже какую-то непонятную вещь для меня. Нет, ну, ладно, давай поступим так, что мы будем говорить о понятных вещах, а непонятные вещи оставим на потом. Ну, хорошо, то есть ты говоришь, а потом, когда вопросы будут, мы ещё раз можем это детально разобрать, правильно? Я предлагаю подчёркивать наиболее удачные параллели, а непонятные вещи отложить на потом, чтобы разобраться. Тогда будет гораздо проще. Хорошо. Ну, сейчас я просто покажу там некоторые картинки. Значит, здесь просто композиция стрелок происходит. Значит, есть всевозможные диаграммы. Взлетает композиция, которая возникает. Ну, просто я сейчас так пробегусь. Значит, ну, ладно, это уже слишком сильное углубление. Теперь далее. Значит, есть так называемая автоморфная функция. Так. Сейчас я расскажу, что такое автоморфная функция. На Википедии есть статья, которая называется «Автоморфная функция». Значит, функция F аналитическая в некоторой области. Аналитическая – это значит, что мы можем, начиная изучать функцию, анализировать, как она пойдёт дальше. Ну, это так очень сильно своими словами я сказал. Можно все это почитать, что такое аналитическая функция. У меня автоморфная функция – это такая аналитическая функция, значит, которая удовлетворяет, значит, F, значит, G, то есть это функция F, функция G и аргумент Z. Равен FZ. Тебя это не напоминает Y-комбинатор, Y-комбинатор? Ну, естественно, я уже подзабыл, как он вообще получается, и, грубо говоря, что он такое есть. Я бы всё это освежил ещё раз в памяти. Сейчас как раз мы пробежимся, потом вернёмся, и каждый элемент я предлагаю по шагам разобрать и нарисовать. Так, значит, есть общая, общая с Y-комбинатором не общая. Отлично. Общее то, что эта функция, она имеет определённую рекурсию, что мы в результате исполнения функции получаем самую функцию. Значит, а отличие в том, что эта функция аналитическая. То есть общая в том, что есть некий элемент рекурсии в этой функции, как и в Y-комбинаторе. Это общее. А разное отличие от того, что автоматическая функция, она аналитическая функция. Что значит аналитическая функция? Мы не можем её коротко замкнуть на саму себя. То есть Y-комбинатор можно замкнуть очень коротко, а автоматическая функция коротко не замкнёшь. она имеет именно такую закруглённость, как у тебя диаграммы Линкс. Они и круглые у тебя. Ну да. То есть, если бы использовался Y-комбинатор, например, Y-комбинатор, то там не было вот таких бы круглых сфер, Y-комбинатор, он сразу бы замыкал как можно короче. Ну, скажем так, у меня вот этот круг, он не обязательно. То есть, просто для того, чтобы показать рекурсию, что каждый круг большой является таким же кругом маленьким. Ну, понятно. Я тебе просто сейчас говорю явно просветывающиеся параллели с моей точки зрения, а дальнейший развернутый анализ можно произвести потом. То есть, я тебе сейчас... Ну, ты потом можешь показать. Значит, ну, примерно про автоматную функцию понятно, да? Да. Так, ладно. Значит, дальше. Вот диаграмму вот эту вот. Сейчас я покажу. У личного видео. Значит, это просто классификация. На самом деле, вот это классификация. Классификация морфизмов. Значит, вот здесь вот в центре три буквы out. Это автоморфизм. То есть, автоморфизм, который замыкается. Ну, автоморфом функции автоморфизм. Так, 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 так. А что значит, она замыкается? То есть, она... Ну, смотри, значит... Сейчас я тебе объясню, что значит. Вот, видишь, здесь есть функция F и функция G. Две функции, где, значит, у нас получается в итоге F и Z. Значит, я сейчас объяснил, значит, про автоморфизм сейчас. Это была автоморфная функция. У них есть общее в том, что слово авто встречает и там, и там. Ну, то есть, это ссылка на себя, да, по сути? А что? Авто – это означает ссылка на самого себя. Да, да. Авто – это некий элемент, такой рекурсивный элемент. Вот. Сейчас расскажу про автоморфизм. Автоморфизм – это морфизм, который... Вот сейчас я наберу. Картинки. Увышенную википедию зайти. Так. Так. Посмотрим. Кстати, я, видимо, не показывал экран свой, но он там потом в записи будет. Теперь я его тоже показываю. Ну, в общем, если рассматривать морфизмы, то некоторые морфизмы, они имеют такое свойство, как вернуться обратно. То есть, можно себе представить так, что если мы представим себе морфизм, как, например, вот определенное вещество, мы производим с ним операцию, стрелка в одну сторону, а потом производим обратную операцию, и стрелка возвращается обратно. Таким образом, мы вернулись в исходное положение. Это автоморфизм. Ну, так, своими словами, если говорить. Значит, это некая обратимая, скажем так, функция или трансформация. Да. Да-да-да. Правильно. Так. Дальше. Значит, какие еще морфизмы есть? Изоморфизм. Вот если обратить внимание, что автоморфизм получается только при пересечении трех кружков морфизмов, то есть, это эпиморфизм, эндоморфизм и мономорфизм. Если все три морфизма удовлетворяются, то это автоморфизм. Значит, А что такое вот этот монный? Сейчас объясню. Эндоморфизм это когда есть петля, но не всегда гарантируется, что эта петля пройдет без потерь. Автоморфизм это петля без потерь, что циркуляция будет продолжаться. Значит, а эндоморфизм это просто наличие петли. Цикла ты имеешь в виду? Да. что такое изоморфизм? Изоморфизм это такой морфизм, который как раз гарантирует то, что эта петля будет с максимальным так сказать КПД, ну, или не КПД, а, можно так сказать, с минимальными потерями. То есть, грубо говоря, оптимальный процесс или оптимальное решение. Громорфизм это когда потери слоют к нулю. То есть, у нас есть такое понятие, как изоморфизм, изоморфичное отображение. То есть, когда мы можем одно множество поставить другому. Сейчас вот я наберу в поисковике. отображение. Вот, значит, есть объекция. Если мы рассматриваем множество X и множество Y отображения, значит, потеря у нас, у нас нету потери в отображении, есть вот с Injective Function, если обратить внимание, четверка, она ведет к C, тройка тоже ведет к C, значит, Injective Function. Получается, у нас C свободно остается. Би, C, каждое одно множество соответствует другому. Ну, каждому элементу в одном множестве соответствует элементу во втором множестве. Да, обрати внимание, что здесь стрелочка есть, а если мы еще добавим эндоморфизм, то у нас возникает цикл, и мы можем вернуться обратно, то есть в петля. То есть если есть такие же четыре стрелочки, в обратную сторону. Смотри, изо это гарантия того, что у нас нету потерь при отображении, а эндо это то, что есть петля. Если мы объединяем изо и эндо, то у нас получается авто. Автоморфизм, то есть та самая петля без потери. А почему там нарисованы символы бесконечности? для то есть какие-то не а ну это на потом давай отложим я давай говорить только о самых четких таких параллелях информации то есть самая достоверная информация сейчас будем говорить а там другой на потом отложим. есть еще монаморфизм и эпиморфизм значит можно рассмотреть тут я сейчас так вот своими словами примерно скажу про монаморфизм и эпиморфизм можно себя сказать если вот так вот знаешь выражаясь образно выражаясь так эпиморфизм это выражение цыплят по осени считают а монаморфизм это весенняя такая тема что нужно чтобы были хорошие семена так абстрактно понимаешь да то есть получается если у нас семена соответствуют цыплятам то есть ну как сказать семена они росли за лето и в итоге по осени все сосчитали то значит потери нету то есть у нас получается эзоморфизм вот этот средний элемент так вот а если эндоморфизм это значит что у нас годичный цикл замыкается и мы продолжаем у нас продолжается производство например там продуктов выращивания например каждый год и тогда у нас автоморфизм получается примерно понятно да значит вот это вот можно можно я скажу мне вообще непонятно я не знаю что-то морфизм не эмоморфизм я вообще не понимаю для чего это может мне вот что-то популярно мне объяснить для чего это термины для чего это все на самом деле я считаю так что вопрос лучше потом оставить потому что моя задача сейчас просто изложить материал а на вопрос его потом отвечать сейчас можно вопросы более конкретные задать по морфизму и так далее вот значит вопросы попозже я отвечу вот так значит ну вот этот мон еще раз как называется мон и эпи ну монаморфизм и эпиморфизм там кстати я сейчас еще вот называется correlation management как называется вот я видел еще ролик у тебя крестик creation center но это я сейчас могу ответить более прояснить ситуацию с помощью correlation center вот есть стрелочки такие коррекционные correlation center вот еще раз можно с помощью них тоже изобразить вот как но correlation center конкретно это идея из проекта Венеры которая ну по сути является суперкомпьютером который будет электронным там не знаю правительством в кавычках будущее то есть именно электронным координатором того что происходит с ресурсами и так далее ну в общем я считаю что correlation center можно использовать также для регистрации морфизмов вот то что я вот видел какие демонстрационные ролики ну ладно в общем но морфизмы если коротко это всего лишь трансформация то есть correlation center рассматривает в основном трансформацию ресурсов однако в программировании очень часто рассматривается трансформация информации но вот давай сейчас рассмотрим с точки зрения например трансформации ресурсов и correlation center для того чтобы было более ясно вот вот есть у нас три морфизма мономорфизм эпиморфизм и эндоморфизм значит в correlation center появились например там сырье исхода материала семена и так далее какое-то оборудование и так далее значит это у нас ближе к мономорфизму значит эпиморфизм что поставлены такие-то цели девиз такой цыплят по осени считают то есть нужно достичь определенных результатов то есть получить цыплят например выполнить определенный заказ населения да значит соответственно если у нас полученные ресурсы пройдут должным образом и достигнут цели то есть цыплята будут посчитаны то значит у нас изоморфизм удовлетворяется то есть у нас нет нет потерь грубо говоря все цели которые мы себе поставили в начале года они были реализованы да значит эндоморфизм это значит что у нас присутствует петля и если эта петля она удовлетворяет и мономорфизм и эпиморфизм то есть о чем мы сейчас говорили то у нас получается автоморфизм то есть можно сказать что автоморфизм начинает свое дело и ресурсы когда есть регулярность из года в год получается такой круговорот в котором нету потерь то есть круговорот который в котором ресурсы они работают именно внутри и трансформируются они при этом никуда не теряются значит если рассмотреть такой вариант что в этом круговороте произошла пробоина какие-то ресурсы стали теряться куда-то уходить тогда мы приходим к эпиморфизму значит у нас где-то присутствуют нарушения или в эпиморфизме или в мономорфизме или в эндоморфизме значит если у нас нарушение в эндоморфизме то у нас осталось ограниченное количество циклов например ну кстати цикл ресурсов невозможен без переработки то есть чтобы делать новые ресурсы нужно сделать так что все эти ресурсы которые не используются они либо перерабатывались либо повторно использовались так ну в общем ну да рассмотрим нарушения нарушение эндоморфизма это то что последующие циклы например становятся невозможными значит нарушение эпиморфизма это недосчет то есть цыплят недосчитались по какой-то причине там хищники съели цыплят например если у нас нарушение в мономорфизме то какие-то семена например остались непригодны какие-то материалы например непригодные и в результате на начальном этапе не удалось достигнуть определенных целей вот соответственно если никаких проблем нету никаких пробоев нету то циркуляция получается такая достаточно абстрактная циркуляция можно рассматривать ее как цепляться многих вещей вот если на коррелейшн центр да рассматривать значит ну я думаю достаточно теперь вполне понятно то есть вопросов я думаю нет сейчас уже да то есть ну ладно хорошо отлично ну в общем идеальное состояние коррелейшн центр по сути он сам является должен являться автоморфизмом то есть чтобы у нас была стабильная грубо говоря жизнь на планете земля ну да но тут просто вот все вопросы они как бы все ответы они такие достаточно абстрактные то есть конкретный вопрос они вот лучше потом задавать а вот на такие более абстрактные вот сейчас вот за счет коррелейшн центр удалось ответить не ну это отлично потому что благодаря теории удается структурировать понимание так ну ладно значит теперь переходим дальше следующим пунктом так значит что такое modus ponens значит сейчас сначала ознакомимся с символикой есть логические символы значит значит есть вот такой символ называется turnsteel который обозначает проф то есть доказывает можно как что такое turnsteel вообще как переводится слово на русский язык turnsteel это такой проходной шлагбаум например на заводе или например там контрольный пункт это ну знаешь такая там крутилка есть которая крутится например работники завода они идут на завод их контролируют они вот этот крутилку вот эту проходят и попадают на завод начинают изготовить изделия какие-либо там например мы хотим доказать что для изготовления такого-то изделия нужны рабочие квалификации получается они через turnsteel проходит я не знаю как по-русски это называется шлагбаум я не знаю ты понимаешь ну да в принципе ты не знаю проходной пункт там грубо говоря контроль контроль то есть это поворачивающиеся ну ладно значит назовет турникет короче кстати может посмотреть на русском сейчас а на русском нету ну ладно значит ну в общем получается так что допустим для изготовления такого-то изделия нужны такие-то рабочие такой квалификации и получается если действительно так то есть мы доказываем это что эти рабочие такой-то квалификации то они проходят получается через этот шлагбаум крутящийся шлагбаум и попадают делают устройство значит есть так называемый modus ponens вот насчет p и q q q это изделие которое рабочие изготавливают на заводе а p это собственно рабочие то и q между п и q существует стрелка в данном случае эта стрелка здесь что означает морфизм или что или переход да вот морфизм между поисков то есть если у нас присутствует морфизм то есть если этот рабочий сможет пройдя через флагбаум сделать устройство q тогда вот можно рассмотреть такой modus ponens сейчас по-русски называется по-русски тоже modus ponens называется в общем вот это вот правило видно его да это видимо по имени автора что ли как-то modus ponens это modus или это латынь ponens это от слова ну если на русский язык говорите ponens от слова понимания ponens а modus как переводится modus это способ достижения понимания то есть можно рассмотреть modus как слово метод но метод достижения понимания но если так вот очень грубо перевести на русский язык метод достижения понимания modus ponens смотри а вот здесь вот формальная нотация есть еще запятая она что означает то есть как вот два этих утверждения или запятая это просто список перечисления то есть нет это не говорит о том что они одновременно или друг от друг как-то зависит то это просто значит что просто вот они присутствуют одновременно что вот например вот есть одна сумка сумка номер один сумку номер два и так далее но запятую тут она сносит такое то есть ей не надо там особое значение придавать надо особое значение придавать стрелки между по и вот между п ну ладно в общем про modus ponens я сказал так дальше ты кстати ссылки в чат скидывай чтобы можно было потом эти статьи ну я могу так сейчас скинуть или потом ну как тебе удобно либо в текстовый файлик просто скидывай либо в чат сразу я могу потом просто скинуть если так проще будет хорошо да так будет проще так главное чтобы не потерялись а ну по элиминейшн по русски есть перевод устраним от сечения называется устранение чего от сечения сечение а сечение смотри значит вот у нас здесь уже известный элементик символ вот термин стил вот значит у нас 1 и 2 значит рассмотрим 1 у нас получается вот G дает А и дельту а 2 это у нас п и А в совокупности дает лямбда. Понятно, да? Это означает, что мы можем выполнить так называемый кут, то есть устранить сечение. И в результате у нас получится три. То есть это g и p дают дельта и лямбда. А у нас получается усечено. То есть у нас усекается а. Есть какой-то более жизненный пример, потому что, если честно, совсем никак не понятно. Например, инструмент а можно рассмотреть как коробочку с инструментами на заводе. Одна сторона, левая сторона проходного пункта завода, где рабочие идут. А правый сам завод получается. Буквка а означает инструменты, чемоданчик с инструментами. Значит дельта и лямбда это некие изделия, которые изготавливаются на заводе. А значит г и p это, например, работники. Значит, инструменты они исключаются. Директор, он не хочет обращать внимание на то, какие инструменты берут работники. Они просто между собой договариваются, работники, о том, что они будут пользоваться инструментами, что работник, значит, номер один, он возьмет инструменты, а работник номер два воспользуется его инструментами. То есть иными словами здесь идет исключение инструмента, да? То есть неважно, они сами их принесли или им их дали. В любом случае, есть работники, которые сделали изделие. Есть определенная возня. Возня с инструментами, которая может быть исключена от лишнего рассмотрения и так далее. То есть выполняется некий кут такой. По русскому языке это отсечение. От отсечения, да. Да. Значит, дальше. Так, про сам символ. Здесь статья про сам символ. Значит, а потом надо будет немножко порисовать. Ты там порисуешь потом, да? Ну, я уже рисую, то есть, ну, мы потом можем еще детально с тобой это поделать. На самом деле, есть еще вот этот вот террент стил, он может быть развернут в разные стороны. То есть он может быть развернут не только в левую вот проходную часть, но и в другую сторону, в правую, вверх и вниз. А что это будет означать? Сейчас пообъясню. Вот. Есть еще, кроме этого, еще есть двойной вариант. Вот. Значит, есть еще сопряжение функторов. Сопряжение функторов, оно обозначается террент стилом, который развернут в другую сторону. Сейчас я тут примерно объясню, очень метафорично, абстрактно, что такое сопряжение функторов. Вот есть такой мультик «Ути на истории». Там есть такие герои «Скруч, Макдак» и «Винт». Можно рассмотреть «Винта» как такого специалиста, который копается с приборами и так далее. А «Курс Макдак» можно рассматривать как пользователя. Вот. Значит, тут отличие есть между заводом. Отличие в том, что «Винт» делает свои изделия не на заводе, а делает их у себя в мастерской. А «Скруч» пользуется тоже у себя благами «Винта». Можно так сказать, что у «Скруча Макдака» есть шляпа, и «Скруч Макдак» – волшебные изделия винта. Ну, так, волшебные, потому что это для него, а не волшебные. На самом деле, «Винт» знает, как это все работает. Он помещает их в свою шляпу, «Скруч Макдак». А «Винт» используется у себя в «Гарже» набором инструментов. Получается, сопряжение функторов – это как раз определенное адекватное взаимодействие с «Скручем Макдака» и «Винта». Ну, примерно понятно, да? Но я потом могу более разом-то объяснить. То есть, у нас здесь есть производитель, он произвел нечто, потом передал следующему, и тот это нечто перевел в другое состояние. То есть, грубо говоря, у нас произошло две трансформации ресурса. Ну, смотри, можно так представить, что для «Скруча Макдака» это магия из шляпы. А для «Винта» это работа с технологией, работа с линейками, с отвертками, с гащими ключами, с паяльником и так далее. И при этом «Винт» делает это у себя в мастерской. И сопряжение – это как раз когда «Скруч Макдак» может пользоваться благами «Винта», а «Винт» может получать от «Скруча Макдака» то, что ему нужно. То есть, можно рассмотреть такой вариант, что они ходят друг к другу в гости. «Винт» приходит в гости к «Скручу Макдаку» и дает изделие. И наоборот, «Скруч Макдак» приходит в гости к «Винту» и дает ему, например, какой-нибудь ресурс, необходимый для изготовления того. То есть, тут ситуация отличается от «Винт» развернутой в левую сторону, о которой мы говорили раньше. Теперь, как ты считаешь, вполне я могу рассказать… Ну, давай попробуем к следующей теме. Что? К следующему уже перейдем. Вверх и вниз могу сейчас объяснить. Давай. Так. Есть линейная логика. Понятие линейной логики появилось в 1987 году, являющееся импликативным фрагментом, который… Импликативный, напомнишь? Сейчас, сейчас, сейчас я все расшифрую. Сейчас я просто хочу попроще сказать. Логика без сокращения и уточнения. Вот я сейчас выделю этот фрагмент. Вот, видно, да? Так. Так, логику без сокращения и уточнения. То есть, если мы рассматриваем вариант горизонтальный, то там у нас есть некоторое упрощение и сокращение. В одном случае у нас были сокращены инструменты, а в другом случае было исключено понимание. То есть, для Скорджи Макдака… Подожди, уточнение, а не упрощение? Ну, смотри, логику без сокращения и уточнения. Сокращение… Мы рассматриваем сокращение инструментов. Так, это было. То есть, инструменты, то есть, они… На них не такое сильное внимание, больше внимания уделяется именно самим рабочим и их работе на заводе. А уточнение рассматривается, это как в Скорджи Макдак, для него шляпа волшебная. То есть, он не знает точно, из каких кирпичиков состоит те изделия, которые сделал Винт. Также и Винт, он не имеет уточнений, откуда в Скорджи Макдак, например, взял этот ресурс, сырье, например, необходимое. А линейная логика, она не имеет сокращения уточнений, то есть, она поэтому и называется линейной, что в ней нет сокращения уточнений. Понятно, да? Это у нас вертикаль, то есть, если рассмотрим горизонталь, где у нас присутствует сокращение уточнения, вертикаль там у нас всё линейно. Сейчас я… Так, сейчас, 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 вот, линейная логика. Есть… А вертикаль имеется в виду, вот этот… вверх и вниз, да? Вот, видишь, я сейчас его делал, не видно? Угу. То есть, они отвечают за линейную логику, правильно? Да, значит, смотри, здесь… То есть, есть статья про линейную логику. То есть, тут используются, вот, различные комбинации. Значит, можно рассмотреть операторы линейной логики, мультипликативная конъюнкция, ну, а потом расшифрую это всё, и мультипликативная дизъюнкция. Значит… Не, ну, это, скажем так, кто дискретную математику изучил, думаю, этого… Тут уже небольшая… Ну, а княж есть ещё адаптивная, а это мультипликативная. То есть, тут есть отличия. Сейчас я объясню. Таким, как… Значит, есть, так называемые модальные операторы. Сейчас… Так, и что это такое у нас? Сейчас объясню. Вот здесь они изображены как ромбик и квадратик. Значит, если мы будем рассматривать платоновые тела, то есть октаэдр и куб. Куб, он больше всего похож на квадратик модельный оператор, а октаэдр на ромб. Сейчас я объясню, как работают модальные операторы. Как работает кубик? Действие… Значит, куб, он работает по принципу изолятора ловушки. То есть, например, как только был замечен нужный ресурс какой-либо, например, есть такой вот металл, называется платина. Платина, она впитывает водород. Платину используют для… Вот я, насколько знаю, её используют для фильтрации водорода. Вот есть смесь, всё перемешано, множество помещается в фильтр, например, платина. Но можно другой пример найти, я не знаю, более удачный, но просто я первая мама приходящая сейчас скажу. Значит, она… Кубик платина впитывает водород в себя, а другие вещества, они впитываются. В этом заключается смысл куба. И при этом, когда куб впитал в себя водород, водород, он находится в неактивном состоянии, то есть в таком же безопасном состоянии, то есть если водород можно поджечь, он сгорит, а если он впитался, то он уже пойман в кубик, получается. То есть в кубике происходит, так называемая, деактивация. То есть это можно рассмотреть, как такой холодильник, для сохранения веществ. Значит, теперь про октаеда. Для того, чтобы снять оксидную пленку, используется канифоль с проводников. Для того, чтобы реакция произошла быстрее, используют катализаторы. Можно подогревать химические смеси, для того, чтобы реакция расходила быстрее. Тут модальный оператор работает по-другому. Работает в режиме катализации. Ускорение процесса какого-то, да? Например, если мы рассматриваем определенную реакцию, например, на распространение чего-либо. Представьте себе, что происходит распространение чего-либо. И в результате распространения чего-либо возникают реакции. Вот. то есть это такое ускорительное реакции. Реакции. А кубик – это холодильник, который захватывает элементы. Значит, это модальный оператор, который… То есть, по сути, он замедляет реакции или останавливает? Тут что важнее? В водильнике не происходит реакции, потому что там, ну, даже, можно сказать, морозильник такой, там не происходит никаких реакций. Насколько я понимаю, физически только абсолютно ноль может всё остановить. Я сейчас метафорично говорю. То есть, я сейчас говорю метафоричным языком, чтобы такое абстрактное понимание дать. Это всё, на самом деле, можно объяснить более логично и чётко, смотри, форму. Я просто сейчас даю такое абстрактное понимание вещей. Можно более такое конкретное? Скорее аналогии приводишь. Так, ладно, значит, теперь можно… Вернёмся к линейной логике. Вот. Линейная логика – логика без сокращения уточнения. Значит, вот если рассматривать химическую реакцию, там каждая молекула имеет значение. То есть, если мы рассматриваем горизонталь, то в горизонтали там есть сокращение, уточнение, определённое абстрагирование и так далее. А если у нас есть живая реакция, то там мы можем посчитать, например, объём жидкости, вес и так далее. И при этом мы не сможем абстрагироваться. То есть, если мы рассматриваем объём, то у нас есть чёткое понимание, что есть вес и никаких абстракций нет. Всё вполне конкретно, линейно. Но есть вот модальные операторы, как квадрат и ромб, если мы в 3D рассматриваем, то это куб и актаэдер, которые выполняют так сказать, такую спасительную функцию, для того, чтобы в результате всё сохранилось. Куб, соответственно, сохраняет в морозильнике, а актаэдер, он не даёт... А актаэдер, он даёт реакцию идти дальше. Ну, я так метафорично говорю. Значит, если мы рассматриваем... Всё-таки вот у нас были вот этот вот Тернстил, который вверх и вниз. Да, сейчас, сейчас. Вернемся к ним. Буква КТ вверх, Тернстил вверх. Это у нас связано... Вот есть... Так... Значит, можно рассмотреть так, что... Сейчас... Значит... Тернстил вниз у нас дизъюктивный, а тернстил вверх у нас конъюктивный. Так, тернстил вниз, это дизъюнкция, правильно? А дизъюктивный, да. Он дизъюктивный, да... А дизъюнкция то у нас операторная. А вот здесь мы берём оператор... Так, дизъюктивный, а этот конъюктивный, всё... насчет но эта тема я думаю так иначе что там осталось а мы еще раз про мультипликативные и аддитивные немножечко в чем разница рассматриваем мультипликативную дизюнкцию значит она обозначается end перевернутый end перевернутый end я его вот лично я называю как begin то есть если рассматривать end обычный это м перевернутый это begin получается можно знаешь как если перевести такой на язык образов то если вот руки вверх поднять вот то у нас получится знак дизюнкции то есть если так вот вины я выделывают оператор башкой конечно буков по вето есть есть буковка вето руки вверх если вот поднять руки вверх развести буквы в то у нас получится оператор дизюнкции также также м вот эти вот хвостик end они направлены вверх поэтому тоже нет это перевернутый end это на самом деле беги но можно потом потом можно конечно более более красиво сказать то есть вот у этого беги на у него вот эти вот кончики они идут вверх и у оператора дизюнкции тоже идут вверх значит можно рассмотреть вот этот буков буква ттерн стил который вниз дизюнктивная тем у нее как сказать вот пустые места вокруг вертикальной черты они на направлены вверх дизюнкции дизюнктивный все таки это тот который вверх буква т направлены вниз а значит концы направлены вверх то есть если руки вверх поднять то есть получается буква т вниз а руки а руки вверх идут вот это ты направлена вниз а руки направлены вверх но я я это нарисовал если можешь если посмотришь мы демонстрация значит вот это вот конъюнктивная буква т здесь наоборот насчет у нас руки вниз а ты идет вверх получается ну ладно эту тему можно на потом то что тут можно подготовить более лучше так ну ладно значит я сейчас переключают на тебя да хорошо нарисовал да 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 отлично 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 но короче здесь не шишечка стрелка получилось не очень так но тут нужно я для себя сделал перерыв может дальнейшую параллели базу данный линкс выходить который хорошо чем прослеживать ты написал автоморфную функцию написал да 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 изображение линкс ну вот у меня автоморфная функция вот вот здесь написано так но ты вот по обозначь что вот этот сфера шар в котором находится стрелки покажи вот на саму оболочку и напиши что это автоморфная функция счастье вот так вот так но в общем получается у нас что можно вот такое краткое подведение итогов без углубления сделать в итоге у нас расположение в пространстве обрела осмысленность у нас для торн стил так но про торн стил это вот имеет логическую интерпретацию во всех направлениях вот значит есть интерпретация оболочки линкс как автоморфная функция есть интерпретация горизонталь и вертикаль за счет модальных операторов линейной логики и также работы с сопряжениями и с кута лиминейшн а вот значит соответственно я считаю что это дает достаточно такое хорошее упрощение и оптимизацию понимание как на образном уровне так и на других уровнях дальнейшем можно поработать и довести еще до более четкого понимания вот и также понимание стрелок как теории категории виде морфизма этих типов но дальше можно продолжить его после прерыва но можно ищет хорошо так можно еще такой вот небольшой параллель тут недавно буквально сегодня думал сделать ну ладно это на тему будет может просто записать еще из деревьев и объектно-ориентированное программирование то есть на эти стрелки она тоже очень интересным образом ложится оба этих концепции и соответственно там где деревья это у нас сами объекты да то есть их структура на описание то есть такие штуки как джейсона к см и впрочем вот когда будет подниматься эта тема есть разделом теории категории связанные с продуктами есть кортеж объект и так далее объект определенная факторизация в общем есть другая тема обширная которую тоже можно объяснить которая тоже очень хорошо укладываться как в образность так и в логичной смыслу так значит что у нас была син теория категории да вот эти автоматные функции я сейчас это ему еще все артизмы все оттуда же а теория множеств вот как они связаны с теория категории то есть кто в кого входит группы значит теория категории работа в том числе и с теорией множеств и не только но и с другими вот был проведен пример с корреляция центр можно описать морфизм и с точки зрения корреляция центр то есть теория категории на самом деле не только стена нос но в других теориях в процессах в корреляциях и так далее но корреляция это и есть по сути взаимоотношения связь то есть все грубо говоря огромное количество синонимов для по сути одну единственную вещь которая многократно скажем так фрактализируясь да то что по сути это рекурсия фрактал и грубо говоря но создает это ткани реальности информации я еще про факталы 10 отдельная тема могу отдельно рассказать потом значит есть фрактал колокса вот популярные известные фракталу мандельброта есть фрактал жулья есть еще фрактал колодцы значит фрактал колодца его можно вычислить на бумаге он фрактал колодцы то самый простой учителяемый фрактал и формула не очень простая в общем-то фрактал колодца он очень для демонстрационных целей хорошо подходно а потом объясню это это можно отдельные темы ждать суши ты знаешь скинь еще в skype вот те ссылки которые ты мне сказал из этого чата почему-то скопировать не могу я подублирую тебя как-то не так странно сделали чат что выделять сообщение нельзя как на ссылки нажимать можно выделяется я выделю она а мне почему-то нет но видимо на линоксе не сделали защиту от этого на винде стоит ну чё тогда все я предлагаю пока заканчивать если ты закроешь все ссылки пропадут давай я просто выключает трансляцию я нажимаю кнопочку завершить но сама видео встречи не не закроется то есть мы останемся на связи и просто выключая запись у себя тоже